здравствуйте дорогие друзья для своего друга сергея я изготовил специально по его просьбе вот такого бокоплава который будем говорить так как он жаловался ну из тех материалов которые имеются у нас дома и под руками давайте я буду изготавливать и вы уже потом процессе будете все 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 слушать крючок я взял это не обязательно вот такой фирмы номер 10 что было более удобно видно может быть и гамакатсу и марута любой какой есть формы как сейчас удобно говорить банан молодежь высказывать есть другие как подберете нет можно немножечко подогнуть что нам понадобится значит для изготовления постоянно жалуются о том что вот у него не получается только лишь из-за того что нет свинца нет даст необходимого пера или других каких-то материалов мы сейчас с вами будем изготавливать уже из тех материалов которые вот как вы видите есть ну клей я принципе то использую тот который я все время можно заменить лаком можно и не делать если у вас допустим по каким-либо причинам ниткой чем угодно можно будет потом все это поджать вот у меня обыкновенная трансформаторная проволока намотана для того чтобы мне потом было несколько удобно работать что иди что я делаю я беру буквально вот самом-самом края подхватываю так же как и мы с вами работаем с ниткой так же эти стараюсь виток к виточку проволока где-то 0608 и если у вас есть функция роторе пожалуйста можно спокойно ее использовать и достаточно симпатично вот так все это намотать я не буду ваше время забирать я дойду не доходя до колечка пару миллиметров и потом мы с вами вернемся дошли мы с вами до колечка обязательно пока клей не подхватился подпрессовать нужно пока не трогаем опять берем наш клей и опять наносим парочку таких хороших мазков чтобы клей наш пропитался и опять движемся теперь уже стараемся также чтобы хотя походила у нас виток к виточку но мы можем сделать несколько больше шаг это уже не принципиально не важно потому что все равно нам необходимо будут все эти ступеньки потом дополнительно заполнить но обычно я всегда пару-тройку витков делаю с небольшим отступлением так чтобы было у меня как бы наращивание ну вот я беру дошел почти до того места где у нас должен быть загиб опять я беру промазываю клеем делаю как бы своего рода утолщения ниточкой мы потом это все подровняем и возвращаемся теперь уже обратно ближе к центру понятное дело что такое количество допустим медной проволоки не заменит свинцовую но учитывая то что у нас сама проволока достаточно толстая на крючке она уже имеет вес значит будут уже погружаться на необходимую глубину и я объяснял при рыбалке можно защемить дробиночку первой и спокойненько уже опускать хотите в лунку или же допустим при использовании нахлыста будут значительно быстрее погружаться и возвращаясь теперь обратно так как клей у меня еще держится уже не так страшно вот здесь я стараюсь уже как несколько можно плотнее сколько какое количество вы уже для себя определитесь сами значит я еще здесь пару тройку раз пройдусь и потом мы с вами уже будем продолжать когда обрабатывать бум не вот такая вышла наша конструкция я теперь беру промазываю еще немножечко клеем и теперь так как постоянно вы тоже иногда жалуетесь я возьму нить достаточно вот она толстая где-то порядка 6 0 но ровница что мы с вами делаем желательно я оборвал но я специально чтобы вы видели вот подвожу этот край ближе колечку и как всегда под перехватили крест-накрест и начинаем вот подхватили все здесь уже можно сперва не сильно удаляем опять вдоль как вы видите тело потому что это у нас тоже вес и немножечко проматываю дальше за проволоку если вот у меня совпало несколько длиннее можно это все убрать опять для того чтобы более качественное было тело нам необходимо опять немножечко промазать клеем немножко нудновато но учитывая то что у нас нет материала был бы свинец мы бы уже это все забыли и стараемся нашей ниткой все это аккуратненько аккуратненько не сильно вот до фанатизма но придать вот такую вот небольшую горбатенькую форму убрать нашу проволочку теперь нам необходимо чтобы наш клей подхватился вместе с нашей ниткой и не цеплялся к нашим рукам что мы с вами делаем значит нам понадобится если у вас имеется вот такие вот прищепки для пера для меха но я для себя уже неоднократно показывал это вот для денег прищепка или для бумаг я подклеил сюда бумажечку для того чтобы губки у меня были несколько ровно и удобно было работать с ниткой и нам с вами понадобится нет у нас такого приспособления как мы и дикту куда вставляется перо вот с такой прорезью как вы уже поняли мы возьмем вот перышко клацнем его в эту вот щель и у нас подхватим его прищепкой можно прямо заложить но учитывая то что как вы говорите у вас нет подходящих ни перьев ничего мы рассматриваем эту ситуацию я беру ставлю крючок в удобное положение что нам нужно так как мы с вами изготавливаем бокоплава нам необходимо задать ему хвостовые придатки хвостик одним словом учитывая то что у меня имеется вот такое перышко можно допустим как я неоднократно уже вам рассказывал вот есть коза есть черная белая любая можно взять допустим енота лису взять этот мех вместо пера и спокойно использовать убираем наш клей нам пока он не понадобится но очень часто можно использовать я уже вязалось перьями я вам показывал теперь вот у меня имеется обыкновенный то не совсем будем говорить так обыкновенный но я его подобрал для себя по цвету ну вот был была упаковка чего-то вот он такого где-то желтого цвета обыкновенный полиэтилен и я вырезал вот такую отрезал полосочку из которой можно изготавливать все что угодно что мы делаем больше ничего нам не нужно берем так для хвостика отрываем вот щепоточку буквально пера вымеряем сколько нам допустим нужно и что я делаю я оставляю в том месте где у меня будет этот хвостик а перо начинаю подхватывать как вы видите там где вот середина ничего не беспокоимся за то что там что-то у нас топоршится и выбираем то место где у нас будут заканчиваться хвостик вот для меня это приблизительно уже будет достаточно так чтобы хорошо держалась и в тисках в упках и можно было закрепить берем теперь нашу пленку вот она у меня уже была в работе неровный такой край я беру подрезаю слегка на косую для удобства крепления как вы видите это же нить все то же самое нет у нас ничего такого чтобы мы не нашли для себя дома есть у вас белый используйте белый полиэтилен подхватили все оставили теперь если у нас нет по каким-либо причинам люрекса я обычно всегда раз к говорю вам пожалуйста есть вот всевозможные продаются наборы вот такие разноцветные проволока для рукоделия можно ее взять также там можно приобрести и тот же люрекс который там разных цветовых оттенков бывает но учитывая то что у меня были была возможность елочная как когда-то украшение я беру вот небольшую такую полосочку также ее подхватываю стараемся и увести вниз и вбок не вверх чтобы не мешало оставляем как уже неоднократно было замечено не только мной а и моими друзьями достаточно уловистый бокоплав тот который имеет вот оранжевую такую точку где наш хвостик это уже как говорится яйцеклад поэтому я возьму совсем немножечко вот у меня имеется вот набора оранжевого чем немножечко это даже будет много щепоточку и стараемся так как я и рассказывал вот рассредоточили ничего не делаем до первого касания буквально вот повернули после этого только лишь берем наш дабинг не отпускаем нить и вот так прокручиваем создаем вот такую веревочку закрепили и прокрутили сколько нам нужно один раз два раза все это уже друзья мои лишние мы это убираем оставляем нить здесь учитывая то что мы должны хорошо просегментировать наше тело я скажу вам сразу я использую обыкновенную леску которая для рыбалки 012 014 это то что вы всегда для себя найдете дома для удобства я как всегда наматываю на вот такие челночки для того чтобы не резать эти все куски они у меня не валялись и с таким вот своего рода с прорезью стопором чтобы было качественно сегментированное тело нежелательно леску крепить аж до самого хвостика значит чтобы не было нагромождение материала я беру подхватывая ее по всей длине сбоку потом только лишь перевожу ее вниз и промотаю вот до серединке моего даббинга должна она остаться строго внизу возвращаем теперь в то место где мы будем с вами формировать ножки хвостик мы уже сделали ставим в удобное положение обязательно используйте для себя фиксацию как вам будет удобно только для того чтобы можно было в дальнейшем хорошо работать и теперь как я уже рассказывал я беру наше перышко а как вы видите она неоднородная не одинаковая по всей длине мне не нужно большое количество одно вот у меня имеется чуть длиннее чуть короче я не буду камеру переставлять вот я ее вот так как я вам показывал щель хлоп беру прищепку мою для денег и стараюсь захватить так чтобы сами мои кончики уже были ровные видите я не даю дожать его отпускаем и все вот больше нам ничего не нужно мы теперь только лишь возьмем более длинные ножницы для удобства работы и теперь смотрите то учитывая то что кончики у меня здесь есть нам необходимо по всей длине загиба значит мне достаточно вот буквально такой длины я это все срезаю вот у меня вышло все ровненькое уводим в стороночку пока это не трогаем теперь я беру дабинговую иглу которую как я уже в инструментах показывал изготовленной из цыганской иглы и старой поломанной ручки все у нас есть дома не надо бегать по магазинам расщепили нить разделили и вот так для того чтобы было более легче нам с вами работать я буду использовать клей-карандаш можно ваксу ну учитывая то что не у всех имеется допустим я вот как видите не вожу а даю слегка соприкасаясь клеем теперь мы берем с вами наше вставляем в прорезь перышко и теперь уже с вами выбираем где нам нужно и отпускаем вот теперь мы можем спокойненько еще подровнять ту длину которая нам необходима лишняя если вот как у меня вышло можно подрезать и что мы делаем оставляем пока нашу вот эту ниточку здесь подрежем подровняем я отключу пока и потом продолжим с вами вот я подрезал лишнее что мне не нужно я беру теперь прокручиваем катушку и у меня прокручивается все мое перышко вот вышла вот такая у меня до беновая веревочка чтобы она у меня никуда не убежала вот вы видите они достаточно хорошо можно рукой но обычно я использую вот такую для ресничек подровняли вот нам уже все подготовлено теперь чтобы не вмешало я спокойненько это удаляю берем теперь самое основное а ну стоит не мешает теперь нам понадобится несколько тоньше нить желательно использовать белого цвета так как даббинг у нас будет светлый закрепили и и здесь где у нас с вами хвостик сформировали нити они расщепляем мы можем с вами взять есть вот такой крашеный кролик вот он продается в таких наборах есть и вот я вытаскивал под шерсток писца можно использовать другой вот такой который вот в наборах ну я буду использовать вот то что у нас есть дома мы берем опять наш карандаш промакиваем вот так чтобы у нас на нитке остался наш клей и у меня есть вот кролик серый кролик маска которая вот нашего зайчика теперь смотрите я беру совсем немножечко наношу но не прокручиваю совсем немножко делаю небольшое количество вот как вы можете заметить лучше мы с вами пройдемся два три раза по одному и тому же месту чем сразу сделаем какое-то утолщение и будут у нас с вами бугры неприличные вот видите вот он держится мы его не трогаем он спокойненько удерживается за счет нашего клея не делайте более десяти двенадцати сантиметров длиной не удобно будет работать лучше мы с вами еще изготовим теперь я вот пальчиком вот так держу и начинаю прокручивать нитку вместе со всем этим вот у меня она уже начинает крутиться как вы видите все хотите можете даббинговой вот взять потом вот так и сделать даббинговую ну учитывая то что у нас достаточно здесь элементов которые крепятся наш мех будет долго еще держаться и теперь стараемся без нагромождения материала скрыть сделать вот такую своего рода как бы подложечку которая при намокании не будет у нас просвечивать нашу нитку которую мы промотали на нашу медную проволоку если попадается вот так волоски волоски можете вот так убирать теперь смотрите вот мне опять мне неудобно мне желательно опять переставить крючок вот я ставлю его опять в более вертикальное положение поэтому вы никогда не стесняйтесь переставляйте ровно столько сколько вам это необходимо но вопрос стоит в том что у меня задавали неоднократно как же быть с тисками ребят покупайте тиски по своим потребностям если вы вяжете 20 30 50 100 мушек в месяц для своих личных нужд практически подойдут любые какие только вы себе можете позволить по бюджету если вы хотите заниматься профессионально подбирайте соответствующее профессиональное оборудование индивидуально я уже каждому объяснил вот опять мы с вами нанесли необходимую часть также прокручиваем как и с первым разом до немножечко долго но по крайней мере нам торопиться некуда мы изготавливаем это все для себя здесь для удобства допустим при поимке хариуса можно добавить еще в центре какую-либо другую цветовую гамму но учитывая то что мы делаем это все такого одинарного одного оттенка я не буду ничего делать и не доходим как вы видите вот я немножко не дошел мне немного надо добавить чтобы это соответствовало уже законченности тела но я делаю вот беру вот эти вот все которые у меня есть выщипываю потому что они вымоются водой и здесь уже хорошо закончу возле колечка теперь желательно оставлять как вы видите вот у меня возле колечка осталось ну может быть порядка миллиметра теперь что я делаю эту нить я убираю она мне уже не нужна но потом мы к ней еще с вами вернемся берем узловяз и как всегда закончим или накидными как вам будет удобно я обычно всегда использую стараюсь узловяз как-то привык нить я подрезаю вот так и убираю и теперь самое самое главное нам необходимо взять вот все оставшиеся вот волоски которые у нас имеются вот желательно вот так как бы их слегка увлажнив опустить вниз не нужны нам они сверху и теперь вот смотрите почему я изначально сделал немножко неудобно для себя оставил нить с тем пером там мы могли бы сейчас намотать но если бы мы использовали вот такие придаточные перья которые попадаются то мы бы спокойненько вот так накрыли у меня есть фильм накрыли промотали люрексом и сделали вот эти лапки это один из вариантов когда быстро не у всех есть перья поэтому я показываю вариант когда с не очень неудобным пером мы с вами работаем вот все у нас на месте как вы видите мы немножечко с вами еще подкрутим чтобы наверняка наша табинговая не держалась и мы должны с вами вот это количество перышек которые мы с вами накрутили аккуратненько уместить вот на нашем бокоплаве делаем сперва один полный оборот и потом уже начинаем с вами выбирать вот тот шаг который бы нам позволил сформировать количество тех лапок ножек которые вот у него имеется вот все мы дошли как вы видите вот у нас лохматость достаточно я теперь перевожу нить колечку нить достаточно толстая желательно сразу перейти на несколько тонкую потому что скажу честно некрасиво смотрится когда у нас будут выглядеть достаточно жирная такая несимпатичная головка убираем что очень важно теперь пока у нас находится вот наше все здесь хозяйство мы берем опять и все это вычесываем вниз если есть в этом необходимость можно даже вот для удобства как я делаю увлажнить перо и опустить вниз все у нас готово теперь для того чтобы у нас было симпатичное тело мы должны хорошо его закрепить и просегментировать чтобы не было подхвата наших перышек я беру и как обычно вы уже неоднократно видели в моих фильмах я вот делаю такую операцию можно до беновой иглой но мне несколько вот удобнее работать так количество пера которые вот на лапке там можно будет потом в дальнейшем их и уменьшить но увеличить как говорится мы не можем шаг можно выбрать произвольно это не столь принципиально как я уже говорил можно использовать ту же проволоку который мы будем сегментировать леска все все что есть у вас под руками как вы видите вот я держу у меня люрекс никуда этот не скользит хотя он достаточно скользкий и неудобный вот мы дошли до колечка теперь я беру обыкновенный перодержатель и подхватывая подвесом вот свой люрекс и беру уже несколько тоньше нить значит изначально вот я вам показываю беру очень неудобную это у нас нитка которая вот почти стрейчевая я ее из резинки носочной вытащил как-то в свое время лет 5-7 назад и иногда я ею пользуюсь закрепили удаляем нашу ниточку для того чтобы в дальнейшем нам было удобно работать а это желательно мы опять же там где закрепили с вами нашу нить сделаем завершающий узел люрекс он мы уже закрепили так что нам это не мешает убираем люрекс стараемся не отрезать нитку годится и опять увели все наши бородочки пера вниз вот наша пленка если вы хотите иметь какой-либо другой оттенок скажу вам сразу есть вот такого рода перманентные маркеры которые индийского производства в наборах они есть они изначально уже написаны что хорошие спиртовые поэтому они все проверенные вот я беру мой полиэтилен как вы видите вот он аккуратненько так чтобы ни влево ни вправо не уходил подхватываем его у колечко теперь что я делаю два три четыре оборота и я не отрезаю стараюсь вот сделать так чтобы пленочка моя была на месте проследим еще раз чтобы она у нас была симметричная опять если мы с вами поставим вот в такое положение и начнем наматывать леску естественно она будет соскальзывать вот сюда к загибу я ставлю в удобное для себя положение вот разворачиваю так она уже никуда не денется у меня и беру делаю начало первое вот буквально мои оборотики следим за тем чтобы мы не подхватили перо прокрутили повернули нудновато и опять также убрали перышки которые попадаются и начинаем уже сегментировать наше тело нашего бокоплава убираем следим за тем чтобы мы не подхватили волоски желательно вот вообще вплоть до того что их можно увлажнить а потом выполнить обмотку ну нормально они держатся и так теперь подходим мы колечку и уже здесь стараемся как можно аккуратней чтобы не было нагромождение материала я перехожу ближе к колечку и делаю парочку вот полных оборотов моей леской чтобы она никуда не делась теперь я рассказываю вот ту хитрость если бы я отрезал сейчас пленку да все нормально у меня бы леска все равно падала а так учитывая то что у меня еще пленочка осталось моя леска никуда не плывет и материал у меня не съезжает теперь я здесь делаю три четыре пять хороших оборотов так как леска имеет особенность убежать и мы работали по полиэтилену откусили убрали все нам уже это не нужно теперь нам необходимо опять взять буквально капельку клея и нанести на это место где мы с вами изготавливали нашу головку и крепили леску все теперь мы уже сто процентов гарантируем то качество что у нас она никуда не убежит теперь смотрите что я делаю я перевожу нить ближе к колечку слегка в натяжку начинаю от коричка проматывать свою пленку уже оторвалась вот за что я эту нитку и не люблю но это не страшно опять закрепили ее и начинаем в натяжку вот так ее крепить удаляем то что у нас получилось и не за один прием мы с вами берем отрезаем уже нашу пленку отрезали так как у нас осталось перо которое мы с вами делали куда-то она у меня убежала сейчас найдем и я для того чтобы сформировать передние от усы я беру небольшую щепотку как вам будет удобно вот сколько вам будет удобно это вы уже для себя подберете сами и один раз вот мы одним разом это все отрываем переложили посмотрели все устраивает те которые вот есть неровности мы можем удалить выбираем их длину какая нам необходимо и уже притяжной петлей в одной точке подхватываем можно сделать их немножечко длиннее годится меня вполне устраивает буквально пару раз проматываем учитывая то что нитка сама по себе такая своеобразная она не плывет есть как я уже вам показывал в те нитки которые я распускаю вот они гораздо тоньше я по справедливости должны работать вот уже той ниткой которая вот есть еще тоньше которая есть у вас что мы дальше делаем просмотрим все у нас симпатично все уже более менее симпатично теперь я делаю завершающий узел потому что вот достаточно этих пару раз которые мы нанесли в вернее ниткой сделали обмоточку так стараемся в одном месте не делать нагромождение и также я ее ножницами срезаю все что у нас осталось практически все что нам необходимо мы уже с вами сделали у нас вышел вот такой симпатичный бокоплавчик который изначально я вам вот показывал пожалуйста нам нужно сейчас будет вскрыть это лаком и уже будем считать что наша работа закончена вот друзья мои пожалуйста как вы видите у нас два почти одинаковых бокоплава с использованием свинца и неиспользованием свинца вот они у нас уже имеется с теми же самыми лапками с теми же самыми элементами со спинкой хорошей с сегментации так что все можно сделать при условии если будут у вас желание и понятное дело определенные навыки благодарю вас за внимание до скорых встреч до скорых встреч